Всем привет! И как всегда, это самые интересные новости из мира моды за прошедшие 7 дней. Очень много чего интересного произошло, особенно то, что Канье показал кучу сэмплов, кучу вообще разных изи, которые выходили, не выйдут. Об этом всё мы говорили о стриме, так что не забудь подписаться на канал, поставить просто колокольчик, чтобы знать, когда у меня проходят стримы. Ну и, конечно же, главный анонс перед самим стримом я делаю в истории своего инстаграма. Поэтому вот эти вот буквы можешь ввести в своём инстаграме, и ты сможешь подписаться на меня и быть в курсе всегда, когда проходит стрим. Там отвечаем на чатик, возможно, чуть позже будем оценивать луки, потому что все это просят. Ну и, конечно же, также обсуждаем новости, вообще самые интересные события. Ну а теперь погнали к новостям. Сейчас очень странная новость, потому что я на неё наткнулся на главной странице Яндекса. Кто знает, когда и где вообще найдёшь новости. Годовой оборот контрафактных люксовых товаров в России превысил легальный сегмент рынка почти на 13%. В 2018 году продажи люксовых модных брендов в России составили примерно 248 миллиардов рублей. Интересно, конечно же, как всё это подсчиталось, но я думаю, там есть какие-то технологии, системы, чтобы это всё разузнать. Но если 248 миллиардов рублей – это вообще официальные люксовые бренды, то представьте, сколько же тогда денег у они официальных. Многие бренды черпают вдохновение откуда-то со стороны, но Nike воспользовались своим же продуктом. Это новая расцветка Nike Air Vapor Max Plus, которая получила вдохновение от снятой с производства коробки для кроссовок. Сначала у меня не получалось найти эту картинку, но когда нашёл, выглядит и правда классно. То, что они сделали отсылку к своей старой коробке. Мне кажется, это отличный пример для вдохновения новой расцветки для такой пары. Релиз пары Air Jordan 6 совместно с Трэвисом Скоттом обещают уже летом, но пока что просто зацените эти детальные фотографии, потому что пара выглядит очень хорошо и Трэвис, по-моему, пока ещё не промахивается и делает постоянно годноту. Пишите в комментариях, что вы сами думаете об этой паре. Ну а это совместная коллаборация Adidas с White Mountain Taring на модели Night Jogger. Глядя на эту пару, какие-то странные двоякие ощущения. Вроде бы хороший силуэт, но расцветочка, конечно, так себе. Не знаю, для чего она может так выпускаться, её сложно будет к чему-то подобрать, но всё-таки вроде как и неплохо. Кстати, стало известно, что 17 июля состоится релиз совместной коллаборации La Costa и Golf Le Fleur. Сейчас уже есть фотографии лукбука и коллекция, по правде, очень интересная. Ну и зацените часть сумок из коллекции «Весна-лето 2020 года». Мне больше всего интересно, как вам сумка, которая похожа на непаханное поле. Мэйсон Марджелло дропнул сумку в форме таби. Как по мне, это и так странная обувь, больше напоминающая что-то в стиле ниндзя. Не знаю, теквирщикам, может быть, она подойдёт, но цена такой сумочки 1090 долларов. То есть практически 65-66 тысяч рублей. Ну и давайте добьём всё это третьей новостью про сумки. Louis Vuitton выпустили чемоданы с титановой отделкой и украшенной монограммой бренда. Цены, соответственно, 41 тысяча долларов, 43 с половиной и 46 с половиной тысяч долларов. Как вы понимаете, чем больше чемодан, тем больше и цена. Теперь новость, которая пошумела достаточно неплохо на прошлой неделе. Инстаграм-аккаунт Virgil Ablo был взломан. Хакеры пытались продать кроссовки Off-White Nike Dunk Low за 5000 долларов, но самое интересное, что должно было это происходить в биткоинах. Очень жаль, если кто-то повёлся, но здесь было всё, в принципе, легко предугадать, то, что это взломщики, как Virgil будет в своём инстаграм-аккаунте просить вас перейти по ссылке и заплатить за это всё в биткоинах, при том, что 5000 долларов. Ресел, я думаю, не в его интересах. У него и так нормально денег от Louis Vuitton, да и вообще, в принципе, от бренда Off-White. Так что будьте осторожны, подвох может быть там, где вы его и не ожидаете. Ну и, конечно же, не будем отходить далеко от Virgil Ablo. Off-White дропнули грязные кроссовки. Цена их всего 655 долларов. И мне интересно, вот вы их поносили, захотели перепродать, а как там узнать кондей? Какой бы кондей вы дали этой паре, когда она ещё только из магазина? Converse представили обновлённую версию классических Chuck Taylor High Top, который напоминает вам, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её впустую. И в комментариях к этому посту я нашёл забавную вещь, то, что есть прям практически такая же расцветка конверсов. И да, просто достаточно купить маркеры, сделать себе кастом, но, возможно, они не будут отличаться по цене от обычных. 18 июля состоится релиз полностью чёрных Adidas Ultra Boost 2019. Почему я решил вам об этом рассказать? Да, потому что, скорее всего, в конце этой недели у меня начнётся конкурс на одну из новых расцветок Adidas Ultra Boost 2019. Очень удобная пара, дам по ней свой отзыв, посвячу, то есть этому целое видео. Ну и, конечно же, я думаю, что в конце этого видоса вы увидите, как я буду разыгрывать пару среди подписчиков канала. Так что спускайся и нажимай на эту красную кнопочку и жди конца недели, когда я запущу конкурс. Также в прошлом выпуске я вам рассказывал то, что Vilon готовится выпустить свои диски на машину. Так вот, посмотрите, как они вообще выглядят на больших крупных машинах. По-моему, это очень хорошо, и я бы сам не отказался от таких. KFC дропнули свою Панаму, которая можно также использовать как Баскет. Самое крутое, что это коллаборация с российским лейблом Мам Купи. И очень даже хорошо, что как бы такие крупные производители, рестораны, да кто угодно, если заграничный обращает на Россию внимание, точнее на российские бренды, то это всегда отличные новости, потому что, значит, развиваемся мы в том направлении. Puma и NASA представили совместную коллекцию Space Explorer, в которую вошли Cell Alien и RSX. Релиз состоится 20 июля. И Cell Alien мне прям очень хорошо даже зашли. Выглядят они прям как настоящий открытый космос. Ну и, конечно же, были слухи, то что Луи Виттон откроет новый поп-ап в полностью зеленом цвете. И просто зацените эти фотографии. Выглядят нереально круто. Также на моем канале вы могли видеть обзор силуэта, новенького силуэта, надо сказать, Adidas Azvigo. И я говорил то, что с удовольствием приобрел бы пару в черной расцветке. От личной новости появилась информация, что полностью черная расцветка Azvigo выйдет совсем скоро. Так что вам стоит накопить денежки и немного подождать. Ну и, конечно же, уже начинайте искать рабочий промокод на сайте Adidas, потому что их можно будет тогда купить тысяч за 8 или за 7. Ну а это новые фотографии Adidas Arizona Ice-T на модели Yank 1. Релиз состоится 18 и 19 июля, но, к сожалению, эксклюзивно в поп-ап-магазинах Нью-Йорка. Пара выглядит сногсшибательно, жалко, что в России такого не будет. Но я бы с удовольствием приобрел и выглядит, по-моему, она очень хорошо. Louis Vuitton выпустили свою онлайн-игру Endless Runner, которая вдохновлена коллекцией Осень-Зима 2019 года. Обычная игра, где вы должны просто бегать, прыгать мимо вывесок на заднем фоне Louis Vuitton и каких-то, скорее всего, еще пасхалок. В общем-то, обычный онлайн-шутер, но который неплохо привлек внимание. Я думаю, многие из вас знают, что такое Медиком Той и их игрушки Beer Brick. Так вот, хорошие новости. То, что в 38-й коллекции этих игрушек можно будет из маленьких 100% таких коробочек, точнее фигурок, получить коллаборацию с АССК. Конечно, шансы там будут средненькие, но все-таки это возможно найти. Если что, такая коробочка рандомная стоит 500 рублей. И вы можете просто попытать удачу. У меня есть также видос на канале, где я распаковывал несколько таких коробулек и можете посмотреть, что мне попалось. Конечно же, и в этот раз я буду пытать удачу и я бы с удовольствием получил вот такую вот 100% фигурку Anti-Social Social Club. Ну и, конечно же, главный гвоздь нашей программы, это, как всегда, в конце поговорим об Изи. Это будет не полный такой рассказ того, что сейчас творится вокруг таких вот кроссовок от Канья. Это будет все более кратенько сжато. Очень много говорили об этом во время стрима, но если вы соберете много лайков, много, к примеру, 600, нет, давайте лучше 700, тогда я выпущу отдельный видос, где буду сидеть, просто смотреть, разбирать, что же они показали. Там очень много интересных моделей, даже которые как-то не публикуются среди популярных Инстаграм-аккаунтов. Но давайте начнем со всего по порядку. Не забывайте 700 лайков, и я выпускаю отдельный видос, где мы будем говорить именно про тот выпуск, где Канья показывал все свои сэмплы и наработки Изи. Появились детальные фотографии на расцветку Изи Буст 350 V2 Cloud White, и выглядит она, по-моему, гораздо лучше, чем расцветка Цитрин. Пишите в комментариях вообще, как вам заходит такой слегка голубоватый цвет. Кстати, Канья начал гонять в новых Изи. Новая подошва, новый верх. Изи Мафия говорят, что это V3. И светился он в них уже не один раз. Конечно же, давайте краем глаза разберем все, что там среди сэмплов показал Канья. Это 350 V3. Баскетбол. 4.5.1 плюс 500 версии. Шлепки. Баскетбол. 350. 500. Power Face плюс 1500. 700. Баскетбол плюс шлепки. Кстати, это 500-ый Soft Vision. И, возможно, это также сэмпл, и расцветка будет чуть-чуть отличаться, потому что на макетах она также немного другая. Ну и последнее фото – это 350-е. Кстати, среди всего этого затерялась еще одна очень хорошая фотография. Это Изи 700-ые, которые тогда были у X-T9, точнее, у его менеджера, только они на подошве 4D. Выглядит очень странно, и хотелось бы посмотреть на них сбоку. Также появились фотографии новой расцветки Magnet для Изи 700-ых. С первого взгляда очень плохо, но если всматриваться и представить ее на ноге, то очень даже ничего. Ну что, я думаю, я такую затравочку для вас кинул, хотя, возможно, вам хватило всего этого. Там целый видос, я не знаю, как по авторским правам, если пилить отдельный ролик для вас, если вы соберете 700 лайков под этим видосом. Но мы что-нибудь то придумаем, и также посидим, поразбираем вот эти вот фотографии, которые уже есть, возможно, на вырезаю немножко других. Сделаем что-то интересное, потому что там очень много всего. Что ж, ну а это было все. Надеюсь, ты подписался на мой инстаграм, чтобы знать, когда у меня будут опять новые стримы на канале. Они вообще проходят раз в неделю, и, скорее всего, также будет 3 видео, и плюс 1 стрим добавится. И я думаю, что за это уже можно подписаться на мой канал, потому что я очень много стараюсь работать, радовать вас новыми видосами, контентом постоянным. Просто прошу вас подписаться, писать в комментариях, что вы думаете вообще про ролики, которые я выпускаю. Ну и, конечно же, конечно же, конечно же, что-то еще забыл я сказать. Но я думаю, вы сами все помните, что я говорил в прошлых видосах. Теперь всем пока!